Всем привет! Мы прилетели во Вьетнам, город Ньчанг. Мы посмотрим, что тут есть интересного, куда стоит съездить, если вы прилетели как турист. И также мы посмотрим, насколько это место подходит для жизни. Перспективы человека, того, кто хотел бы остаться тут пожить. Мы отправимся в жемчужину Ньчанга, остров с парком развлечений Винд Пёрл. Повеселимся в аквапарке. Прогуляемся по зоопарку и ботаническому саду. Покатаемся на аттракционах. Далее мы посетим один из самых высоких бассейнов Ньчанги, расположенный на крыше отеля Панорама, у которого открывается обалденный вид на город и море. Также мы посетим храмы в черте города Панагар и Пагада Лонгшон. И просто прогуляемся по улочкам Ньчанга. Каждый день хожу. Мы заказали такси. Используя приложение Grab, на котором мы добрались до порта, откуда отправляется катер до острова Винд Пёрл. Так, мы приехали на Винд Пёрл, купили билеты, ничего не поняли. Едем сами, короче, билет стоит 800 тысяч донгов. А, мы тут напишем внизу с лодкой, сколько это будет в долларах. В общем, мы добираемся туда на лодке, купили сами билеты, посмотрим, что там будет, чем-то можно заняться. А до острова вас довезут на таком катере. Это займет всего лишь 7 минут. По пути на остров вы можете полюбоваться прекрасным видом на город Ньчанг. Так, тут очень много всего, и можно запутаться. В первую очередь мы отправляемся в Аквапарк. Посмотрим, что там есть. Что там интересного. Марина, скажи, что ты думаешь по поводу этого места? Я так думаю, что это рай на земле. Рай? Серьезно? Так, мы направляемся в Аквапарк. Интересное место. Много еще можно поделать, много куда сходить. Все входит в одну стоимость. Давай, 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 давай! Здесь вы можете попробовать себя в челлендже на водном островке. И так же оторваться на водных горках. Побыли в Аквапарке. Классное место. Обязательно нужно посетить. Весело. Прикольно. Забавно. Идем дальше изучать, что тут еще есть. Что Екатерина Киева с впечатлением? Ой, я так устала, конечно. Устала? После Аквапарка, да, тяжело, конечно. Ну, двигаться. Было весело, тебе понравилось, да? Да, мне понравилось. Прикольные горки. И самое главное, нету народу. Вообще супер. Народу нету. Спокойно нет, толк нет. Нет, да. Очередей. Мы отправляемся в верхнюю часть острова, где расположен зоопарк и ботанические сады. Может, видел, но не помню. Он на себе ближайка, спешил. Идут на другую осмотр. В зоопарке вы можете встретить разнообразных животных. Кто не понимает, мы вообще не... А также ботанические сады, там, где ощущение, что как будто вы в сказке. Ты в джунглях? Да. Такая еще музыка, да, в тему? Да. Какие листы, это просто. Как будто ты в каком-то фильме, да, или сказке. Да. А в Аватаре, да? Также возле ботанических садов вы встретите японский сад. ЭПОНИЧЕСКАЯ��. Винперл представляет собой огромный комплекс развлечений, включающий в себя аквапарк, зоопарки, ботанические сады, рестораны, отели, парки аттракционов и еще много чего, куда мы не успели сходить за один день. Все это расположено на территории 200 тысяч квадратных метров. Всего за 800 тысяч донгов за человека все развлечения будут включены в стоимость. Здесь найдут чем заняться как дети, так и взрослые. Наше мнение, что если вы будете в Нячанге, то нужно обязательно посетить это место, при том, что это совсем просто сделать самостоятельно, не переплачивая турфирмам. И мы отправляемся дальше в парк аттракционов. Вечером в Винперле можно увидеть представление поющих фонтанов. Перед очередным представлением пошел очень мощный ливень, так что не забудьте с собой захватить дождевики. Сегодня мы отправляемся в отель Панорама, хотим забраться на самый верхний этаж, посмотреть на бассейн. Популярное место, которое стоит посетить в Нячанге. Сейчас мы узнаем, стоит ли туда ходить, тратить на это время и деньги или нет. Так, мы находимся в самой главной части, центральной части Нячанга. Вот здесь находится отель Панорама, в который мы сейчас пойдем узнаем, что там, как там, сколько это стоит, стоит ли это посещать. Вот центральная часть пляжа, там же вот сзади находится храм. Панорама Нячанга, окей. Сейчас пойдем на самый верхний этаж. Так, здесь стойка с билетами. Здесь можно купить билет. Бассейн. Бассейн, бассейн. Can we pay cards? Yeah. Так, мы наверху, поднялись. Дувольсия стоит 120 тысяч донгов. И вот такой вид здесь. Народу нет вообще, почему-то. Так, мы не можем перешитьöhнуть за сгибаемое. Такой завораживающий вид открывается со дна бассейна. Бассейн в отеле Панорама, по-любому стоящее место, очень дешево, за 120 тысяч донгов вы получаете просто нереальный вид, суперский бассейн, супер экспириенс. Нет людей. Самое классное то, что не было людей. Да, и никого нет вообще. Тихо, спокойно. Вообще тема. Отлично. Кокос, видишь? Выбор смузи, да? Выбор фруктов, сосюшки, пописи. Сколько я кокос? 25 тысяч донгов, да? 20. Большой 20. Маленький 15. Все, Миша. Каждый день. Миша. Каждый день. Миша. Миша. Каждый день хожу. Спасибо. Вкусно? Овощи. Центральный пляж Ничанга протяженностью 7 километров. Одно из самых популярных мест отдыха как для местных жителей, так и для всех туристов города. Голубое теплое море и золотистый песчаный берег отлично подойдут для пляжного отдыха. И мы отправляемся дальше изучать местные храмы. Панагар – это комплекс, построенный в 7-12 веках во времена королевства Чампа. Этот храмовый комплекс имеет особую значимость в духовной жизни народа Чампы, а также до сих пор используется как место поклонения для чампских, китайских и вьетнамских буддистов. Храм посвящен богине Панагар – богине страны. Богиня была известна как создание появившегося из неба и моря, чтобы дать народу Чампа хороший урожай и комфортную жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Храм расположен в черте города, и до него не так сложно добраться. Обязательно не упустите возможность посетить храм Панагар, чтобы погрузиться в атмосферу духовности и истории. Наша следующая точка – Пагада Лонгшон. Пагада Лонгшон – одна из самых красивых и необычных в Ничанге, а также является главным буддийским храмом в провинции. Название Пагада Лонгшон переводится как «летящий дракон». До статуи огромного белого Будды можно забраться по ступенькам и таким образом очистить свою душу от грехов по поверью местных. На этом заканчивается первая часть о Ничанге. В следующем выпуске мы продолжим изучение Вьетнама. Оставьте в комментариях, о чем бы вы хотели увидеть в выпуске. Вы хотели бы узнать больше туристическую сторону Вьетнама или аспекты жизни в этой стране? И мы обязательно постараемся снять об этом выпуск. Спасибо за просмотр! Субтитры подогнали Симон! Спасибо за просмотр!